ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые главы, я очень попрошу сейчас данные, даты, сроки ввода в эксплуатацию, брать на контроль и также, соответственно, быть, как и водоканал, как и Министерство жилищно-коммунального хозяйства за те принятые решения, за те сроки, которые мы с вами укажем. Потому что от этого зависит качество водоснабжения и, соответственно, социальное самочувствие наших с вами земляков. В сквере имени Кошеля села Дивного станет безопаснее. Там установили круглосуточное видеонаблюдение. В объективы попали центральная аллея, мемориал славы, прилегающая к нему территория, сообщили в Управлении по информполитике региона. Работы по установке системы видеонаблюдения проведены за счет бюджета Апанасенковского округа. В краевой столице на улице Алексея Яковлева приступили к строительству нового детского сада. Его смогут посещать 300 воспитанников, сообщили в администрации города. Площадь двухэтажного здания составит 2700 квадратных метров. Фасад облицуют керамогранитом, разных цветов и декоративными элементами. Прилегающую территорию озеленят. Также там оборудуют площадки для прогулок. Все это станет возможным благодаря нацпроекту «Демография». В 2022 году в Кисловодске благоустроят улицу Парковый пешеход. Там установят торговые павильоны для продажи сувенирной продукции. Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев на совещании Краевого общественного совета по курортному сбору. Моисеев добавил, что в планах также благоустройство сквера рядом с санаторием Семашка и территории у горы Кольцо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова